Итоги 2018 года подвел исполняющий обязанности главы администрации города Рязани Сергей Карабасов. Чиновник вступил в должность три месяца назад, однако к нему у представителей СМИ уже накопилось множество вопросов. Самым острым стало подорожание проезда в течение года с 16 рублей до 23. По словам Карабасова, увеличение стоимости позволило спасти от банкротства автоколонну 1310. На сегодняшний день осуществляем контроль как за пассажирскими перевозками муниципальными, так и за коммерческими перевозками. Изучаем пассажиропоток, уже установили 10 камер в маршрутках, ведем строгий контроль за соблюдением расписания и также ужесточили ряд требований. Поэтому мы очень заинтересованы создать в городе нормальный муниципальный транспорт. Другой важной темой стали парковки. Проект предполагает четыре этапа реализации. В рамках него будет создано 6400 платных мест. Первый этап завершился, второй стартует 15 января. В рамках второго этапа планируется создание порядка 900 платных парковочных мест. Поэтому мы информацию всю разместим, предупредим граждан. Продолжается реализация программы «Парковка». В рамках нее у роддома номер один запустили пилотный проект. Установили ячеечные блоки. Первый в городе – эко-парковку. Также глава администрации заявил, что он планирует создать центр городского пространства. Будем делать конкретные проекты парковок в наших дворах по всем районам. То есть задача глобальная – ежемесячно вводить, строить, где-то, может быть, за внебюджетные источники, но делать парковки. Предстоит нарисовать в проекты более 10 тысяч парковочных мест. Администрация города планирует, что в их создании примут участие частные инвесторы. Волнует общественность и федеральная программа комфортной городской среды. Она рассчитана на пять лет и предусматривает формат софинансирования. Идет речь о 10-процентном софинансировании. То есть если ремонт двора составляет 4 миллиона рублей, то вот 400 тысяч дополнительно в соответствии со сметной документацией софинансируют жители. Многие управляющие компании, так же как и региональное правительство, и администрации города, идут на то, чтобы жители вот эту тысячу рублей в управляющую компанию перечислили в течение года. За 2017 год было отремонтировано 47 дорожных объектов и 36 километров дорог. На Куйбышевском шоссе теплотрассу перенесли из-под дороги на прилегающую территорию. Теперь власти города готовы перейти к следующему этапу. Тот въезд со стороны М5 нам необходимо усилить в плане благоустройства, поэтому будем устанавливать и парковые элементы, будем заниматься усиленно озеленением. Запомнился уходящий год решением экологических вопросов. 11 тысяч гектаров перевели в зону Солочинского парка. Здесь запрещены сплошные и выборочные рубки деревьев. Территория получила название «Зеленый щит». 26 декабря на заключительном заседании Городской думы утвердили правила застройки и самого поселка Солоча. 7,5 метров – это та критическая высота, которая разрешена. Более того, в связи с Есенинской Русью, достопримечательным местом, пока не определится регламент данного федерального объекта, ни одного разрешения на строительство мы не выдадим в принципе. В 2017 году завершилась реконструкция Лыбецкого бульвара. Подходит к концу благоустройство около цирка. Территорию по обе стороны моста власти планируют объединить в единые пешеходные и велосипедные маршруты. В 2017 году изменения коснулись и лесопарка. Его избавили от дикорастущей поросли, вывезли лишнюю листву и подняли кроны деревьев. Подобных работ здесь не проводилось уже в течение 50 лет. Есть предложение, если брать территорию от торгового городка, вот эту дорогу, троллейбус, который осуществляет в летнее время подвоз граждан на пляж, можно и на автобусах возить, но не по данной дороге, а через проезд речняков. То есть у нас предложение сделать эту зону исключительно пешеходной. Завершилась пресс-конференция обещанием Сергея Карабасова, что все решения по сносу старинных зданий в Рязани будут приниматься исключительно после общественного обсуждения и консультации с жителями города. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».